Доброе утро! А вы уже готовы сегодня к покорению новых вершин и расширению горизонтов? Еще нет? Значит, давайте скорее приводить себя в порядок. Специалисты считают, что для вдохновения немаловажную роль играет наш внешний вид. А вот закрепить результат можно уже прогулкой по дорогим сердцу уголкам города, задушевным разговором с любимыми и долгожданной встречей с друзьями. Мы же в свою очередь желаем, чтобы на все это у вас всегда хватало времени. Но еще, безусловно, чтобы оставалось на просмотр программы «Утренняя эспрессо». И первые штрихи к информационному рисунку дня уже есть. Меня зовут Екатерина Тарасевич. Приглашаем вас к участию в совместном творчестве. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Самооборона или реальная угроза для окружающих? В теме дня поговорим об ответственности за применение пневматического оружия. Алые паруса, маленький принц и гоголевские персонажи. Расскажем, кто еще появится на аллее литературных фонарей в Бресте. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. В Бресте стартовал конкурс на лучшую новогоднюю елку и маску. Сегодня 27 ноября, среда. В народном календаре Филиппов день. У православных христиан начинается рождественский пост. Заканчиваются играть свадьбы, шумные праздники. В этот день наши прабабушки и прадедушки обращали внимание на приметы. Например, и Нина Филиппа предвещал урожай овса, а дождь – урожай пшеницы. Облачная и снежная погода в этот день обещала ненастье в конце мая. Но у нас такая далекая перспектива пока не интересует, правда? Куда важнее узнать, какая погода ожидает нас сегодня. Ну, особенно для тех, кто собирается выходить на работу. Предлагаю прямо сейчас познакомиться с метеорологической картиной дня. Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, у многих приближение Нового года ассоциируется с подведением своего рода итогов. Вот и составители Оксфордского словаря английского языка сделали свои выводы и порадовали мир новым термином. Почетным званием «Слово 2013 года» они наградили слово «селфи». Перевод на русский язык, как всегда, несколько длиннее оригинала. А именно фотография самого себя, размещенная в социальных сетях. Раньше этим понятием пользовались лишь продвинутые юзеры, Ну, а сегодня оно прочно вошло в обиход. И приблизительно одна седьмая часть планеты уже знает его значение. Ведь именно столько людей говорит на английском языке. Кто знает, возможно, скоро селфи будет адаптировано и к русскому звучанию. Ну, а прямо сейчас вспомним еще одно заимствованное слово, правда, уже французского происхождения – пресса. И, думаю, уместно в этой связи предложить вашему вниманию обзор региональной периодики на сегодня. Брестский художник и мольер Николай Кузьмич продолжает работу над деталями главной белорусской святыни – креста преподобной Евросинии Полоцкой. Журналистка «Вечернего Бреста» Антонина Хакимова стала первой, кому Николай Кузьмич показал в готовом виде свою новую работу. Подробности – в свежем номере за среду. Дороги на окраинных улицах Бреста нередко нуждаются в грейдере, но не всегда его работа устраивает жителей. Может быть, причина в том, что на 500 с лишним брестских улиц с грунтовым покрытием коммунальные службы имеют всего три спецмашины. В спорных вопросах разбирались корреспонденты «Вечернего Бреста». Выставка, которую проводила Национальная академия Филателии России к 400-летию династии Романовых, собрала представителей многих стран мира. Беларусь представляла уроженец Лунинецкого края – Лев Колосов. Подробности в лунинецких новинах. «Восьмое чудо лунинца» – так назвали лицеисты Народный оркестр народных инструментов Детской школы искусств. Коллектив вот уже 40 лет продолжает традиции, начатые в начале 20 века работниками железнодорожного узла, пишут лунинецкие новины. Очередным героем постоянной рубрики «Мясовая лада» стал Харевской сельсовет. Корреспонденты пружанской газеты «Районные будни» оценили, что изменилось здесь в этом году. Например, работу по сносу пустующих, непригодных для жилья домов. 13 таких строений снесены, часть расчищенных участков включается в севооборот. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Тема, о которой мы сегодня поговорим в нашей студии, уже неоднократно освещалась в местной периодике. Речь идет о двух случаях стрельбы с пневматического оружия на улицах Бреста и Барановичей. Мы решили прояснить ситуацию и узнать, как регулируется сегодня продажа пневматики и будут ли предприниматься какие-то меры по контролю за использованием данного вида оружия. В студии Геннадий Ксенда, старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики ОВД Брестского обл. сполкома. Индей Трофимович, доброе утро. Доброе утро. Ну, признаться, вот буквально еще там несколько недель назад даже чувство опасности такое на улице возникало, буквально подряд, если два случая произошли, да. На сегодняшний день, каковы меры предприняты по этим происшествиям? Значит, по всем фактам, следственным комитетом возбуждены уголовные дела, в частности, по Барановичам часть первая, хулиганство злостное, и по московскому району города Бреста часть третья. То есть эти люди найдены, да? Совершенно верно. Если судить по Барановичам, значит, по этому факту грозит ответственность до трех лет лишения свободы, и по городу Бресту виновное лицо будет привлечено к ответственности до десяти лет лишения свободы. То есть предстоит еще суд будет, да? Конечно. Оружие изъято, пневматическое, назначена криминалистическая экспертиза, проводится предварительное расследование. А вот расскажите, вообще, насколько оно доступно сегодня в продаже, вот это пневматическое ружье? Понятно, что они подразделяются на какие-то виды, да? Но тем не менее, это как бы все-таки опасность для окружающих. Согласно закону об оружии Республики Беларусь, пневматическое оружие, оно подразделяется на два вида. Спортивное, которое имеет энергию своей от трех до двадцати пяти джоулей. И охотничье, пневматическое оружие, которое имеет параметры свои от семи с половиной джоулей и до двадцати пяти джоулей. Кроме этого, лицо, которое хочет приобрести эматическое оружие, оно должно быть до сейшего возраста, 18 лет. Вот, если спортивное оружие, оно до семи с половиной джоулей, оно разрешение соответствующего характера в органах внутренних дел не требуется на приобретение. Если оно будет более семи с половиной джоулей, оно регистрируется и выдается разрешение органам внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Соответственно, если есть эти разрешения, то есть какой-то порядок учета, да, или как-то проверяются, контролируются те, у кого находятся в собственности вот это вот мать. Которое более семи с половиной джоулей и разрешение выдавал орган внутренних дел, оно, соответственно, будет зарегистрировано в соответствии и как огнестрельное оружие, и контролироваться территориальным органам внутренних дел, по месту жительства владельцев. А вот в случаях обреста и Барановича, там как бы с разрешением было приобретено или еще неизвестно? Назначена криминалистическая экспертиза, которая может там определить, к какому виду оружие оно вообще относится. И по результатам будет дана оценка действия виновных лиц. А скажите, вот как вы думаете, почему вот так произошло, вот что общались вот с этими людьми, настолько они были агрессивны, или вот что послужило, или настолько нет мест специально, где можно применить эту пневматику для тех целей, для которых и продают это оружие? Ну, прежде всего, оружие, скажем так, еще все зависит от лица, от его психологического состояния, склада, характера. Наш гражданин Республики Беларусь, практически любой, достигший 18-летнего возраста, имеет право приобретать, соответствующий законодательством. Но это все зависит еще от человека, сам по себе, что он собой представляет, что, наверное, я думаю, повлекло и такие вот последствия за собой. Скажите, если вдруг, не дабух, конечно, еще какие-то случаи, и обнаруживается вот пневматика та же у несовершеннолетних людей, в данном случае ответственность уже родители будут нести, я так понимаю, да? Совершенно верно. В соответствии с процессуально-исполнительным кодексом о административных правонарушениях и кодексом об административных правонарушениях, есть административная ответственность, статья 23.46, за незаконные действия в отношении пневматического оружия, то бишь, ношение его, ношение и перевозка. Геннадий Трофимович, пусть пневматическое оружие не является, да, огнестрельным, и оно считается, может быть, менее травмоопасным, но все же, какую опасность она представляет для окружающих пневматика? Все зависит от дульной энергии пневматического оружия. Ну, вот вы сказали, есть спортивное и есть охотничье. Вот если исходить из этих... Если исходить из охотничьего, она более опасна, соответственно, потому что чем больше дульная энергия, тем более вероятны... Нанесение увечья, да? ...тяжелые последствия причинения телесных повреждений. Но в любом случае, согласитесь, что неприменимо использование вот этого вот оружия на улицах города, правда, и в общественных местах, где много народу, в любом случае, какое бы оно травматичное или там немного джоли этих было у этого оружия? Я хочу еще подчеркнуть, что пневматическое оружие, оно не может являться средством сообороны гражданам. То есть, если выясняется, что незаконное использование владения, то в любом случае грозит ответственность человека, да? Совершенно верно. Скажите, на данный момент что-то поменялось, изменилось после вот этих двух случаев? Как-то усилили контроль или стали проверять вот по тем разрешениям, которые выданы? Да, изменилось. Сотрудниками органов внутренних дел отрабатываются шесть магазинов, расположенных на территории области. Это Барановичи, Пинск, Ивацевичи и Брест. По результатам проверки которых нарушений незаконного оборота оружия не установлено. Геннадий Трофимович, скажите, в случае незаконной продажи оружия, магазин, его владелец, понесут какую-то ответственность, наказание за... Безусловно, в соответствии с действующим уголовным и административно-процессуальным законодательством Республики Беларусь. Геннадий Трофимович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам и разъяснили все эти ситуации, которые произошли в нашем регионе. Будем надеяться, что впредь этого не повторится. Хорошего дня вам. Счастливо вам. Об ответственности за применение пневматического оружия и контроля за его продажи говорили сегодня с Геннадием Ксендой, старшим инспектором Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского обл. сполкома. Интересная новость из Кобрина. Совсем скоро, а точнее завтра, мы сможем узнать имя самой красивой и талантливой девушки на Кобринщине. Так как 28 ноября в городском дворце культуры пройдет четвертый ежегодный конкурс «Королева осень-2013». За получение почетного титула сразятся 14 участниц. И думаю, что все они уже придумали себе оригинальные визитные карточки представления, так как в презентации себя заключается первый конкурс. Далее девушек ожидает листопад талантов, где они покажут свои вокальные и танцевальные способности. Кроме того, все гости праздника будут вознаграждены дефиле красавиц в вечерних платьях. Ну а строгая жюри оценит их смекалку и находчивость в конкурсе импровизаций. Обладательница титула «Королева осень-2013» получит в качестве главного приза корону и золотое украшение. Так что пожелаем всем девушкам удачи. Ну а пока о том, какими памятными событиями отмечен день сегодняшний в истории. 27 ноября 1867 года. В Пинске родился Иван Желтовский. Архитектор, почетный академик, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии. Участвовал в составлении проекта «Плана реконструкции Москвы». Под его руководством разработан проект главной площади и драматического театра в Гомеле. В 1859 году в эксплуатацию введена первая в Белоруссии телеграфная линия «Минск-Бобруйск» и отправлена первая телеграмма из Минска в Бобруйск. Эта дата стала днем рождения электросвязи в Белоруссии. В начале 20 века телефонные станции имели 16 городов Белоруссии. Работало около 400 предприятий почты и телеграфа. В 1895 году шведский инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание об учреждении международных премий, ежегодно присуждаемых из процентов на его капитал. Нобелевские премии. 1908 год. Дата рождения Федора Иларионовича Павловского, одного из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Полесской области в Великую Отечественную войну, героя Советского Союза. В 1940 году родился Брюс Ли, американский киноактер, мастер боевого искусства кунг-фу. Ресурс популярности его экранного образа оказался настолько невыработанным, что до конца 70-х в США и Гонконге с успехом выходили фильмы, смонтированные из черновых вариантов и фрагментов его картин. От истории к дням сегодняшним. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» завершился конкурс хореографического творчества. С победы вернулись ансамбли танца «Весма» и «Вояж» Барановического дворца детского творчества. Лучшим в номинации «Бальный спортивный танец» стал коллектив «Весма», а бронзу в номинации «Современный танец» получил «Вояж». Так что наши поздравления юным танцорам, ведь победа заслуживает уважения. Надо сказать, что в соревнованиях принимали участие лучшие танцевальные студии Беларуси. И наверняка немалую роль здесь сыграл и внутренний настой участников на победу. Интересно узнать, можно ли вообще в ребенке воспитать качества, присущие оптимистам. Ответ узнаем из сюжета Екатерины Стрихи. Доброе утро! Можете ли вы просто так сходу определить, кто из этих играющих детей является оптимистом? На самом деле это довольно просто. Стоит немного понаблюдать за ребятами. А вот у воспитателя уже сложилось свое мнение на этот счет. Когда ребенок приходит ко мне в детский сад, по поведению, по походке я сразу же могу судить, кто он – пессимист или оптимист. У оптимиста походка уверенная, плечи расправленные, взгляд прямой, глаза блестят. Он всегда улыбается, а у пессимиста все наоборот. Походка у него неуверенная, плечи опущены, в уголке глаз тоже не смотрят на тебя. Вот он с трудом отпускает маму, пытается где-то уединиться, найти свой уголок. То есть он полностью поглощен в себя. По словам психологов, детям с оптимистичным жизненным настроем общаться со сверстниками намного легче. Также они более спокойны, меньше болеют и практически не страдают депрессиями, в отличие от своих пессимистичных ровесников. А ведь на самом деле все родители хотят видеть своего ребенка счастливым и успешным, а такими становятся лишь люди с позитивным мышлением. Как вырастить ребенка оптимистом, узнаем у специалиста. Самый главный момент, ребенок-оптимист, это ребенок-защищенный ребенок. Это ребенок, который чувствует, что его всегда любят. Вообще детей воспитывать не нужно. Наверное, это многие говорили, но я не поленюсь сказать эту банальную фразу. Детей воспитывать не нужно, их любить нужно. А все воспитание происходит, он смотрит на наше поведение. Как мы взаимоотношаемся, извините за такое слово, друг с другом в семье. Как мы относимся к кому-то, какие словечки мы вот внутри семьи произносим. Не как мы себя ведем снаружи, а как мы внутри семьи живем. Сколько теплоты в семье, столько теплоты будет в ребенке. Будет он защищен, он будет знать, что он совсем в этой жизни справится. К счастью, воспитать оптимизм у себя и своего ребенка довольно просто. Достаточно только понять, что окружающий нас мир – это зеркальное отражение наших мыслей, чувств и убеждений. До встречи! И помните о том, что оптимистами рождаются, а пессимистами становятся. А вот любопытно, у всех ли родителей получается быстро разбудить свое чадо? Не ошибусь, наверное, если предположу, что времени на это уходит предостаточно. А между тем, пробуждение малыша, оказывается, напрямую зависит от того, как он засыпает. Психологи советуют совместное чтение на ночь. Путешествие в мире сказок сближает родителей и детей, а мамин голос еще и очень успокаивает, настраивая на хороший сон. В выборе книги, например, может помочь опыт Барановической городской детской библиотеки. Там провели опрос и тройку наиболее популярных произведений у маленьких читателей составили «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Волшебник из уродного города» и, наконец, Денискины рассказы Драгунского. Наверняка эти произведения уже хорошо знакомы нашим маленьким героям рубрики «Человечки». Ну, почему у меня все любимые? Моя любимая, доктор Эльболит. Наверняка книжечка про козлят. Мама козлят покормила, усла, а волк приблизал и стучится. Ребятушки, козлятушки, отодлитесь и отвалитесь, вас собачь пришла, молока принесла. Моя любимая книжка про усалочку. А что там еще есть? Просто там усачка по весенок и она шлинилась на принца. У меня есть любимая книжка, она про боженьку. Ну, где сказка «Царевная лягушка» моя любимая? Ну, есть журнал. И я там играю, пишу и проводю по строчкам, по цифрам. Вот. У меня там игры. Моя любимая книжка про красную сапочку и про белоснежку. У меня есть книга любимая, она называется «Энциклопедия». Потому что ты ее почитаешь и много интересного узнаешь. Про динозавров или про что-нибудь другое. Моя любимая книжка про красную сапочку. А почему она любимая? Потому что я ее люблю, как свою маму. Как свою маму, да? Вот моя мама. Я ее люблю, как и книжка. Моя любимая книжка про красную сапочку. Моя любимая книжка про красную сапочку. Комета Айсон. Еще раз всем доброе утро. Мы продолжаем. И сейчас новость планетарного масштаба. К нам стремительно приближается яркая и красивая комета Айсон, которую называют кометой века. Она была открыта в прошлом году белорусским астрономом-любителем. И уже завтра Айсон окажется в 150 раз ближе к Солнцу, чем Земля. Именно поэтому до конца декабря ее можно будет наблюдать над горизонтом, на восходе и без специального оборудования. Ну, если только длиннохвостая гостья не взорвется из-за высокой температуры жаркой звезды. Такой вариант ученые тоже не исключают. Но поживем, как говорится, увидим. А пока тему космоса можно наблюдать и на открывшейся недавно в Бресте аллее литературных фонарей. Причем количество этих кованых шедевров будет увеличиваться. Первой эскизы будущих фонарных творений на улице Гоголя увидела Татьяна Болтуть. Доброе утро! Казалось, еще совсем недавно брещане наблюдали торжественный момент зажения огонька в керосиновых фонариках, что на улице Советской. А во время празднования нынешнего дня города появление в Бресте аналогичной достопримечательности. Более 20 кованых фонарей украсили улицу Гоголя. Перед тем, как взять в руки карандаш для создания эскиза, Александр признается, не раз пришлось перечитать классика. Сделал пару набросков, постепенно появились эскизы и готовые произведения. Но на этом автор решил не останавливаться, поэтому на улице Гоголя совсем скоро ожидается пополнение. Потому что люди просят сказку, привнести сказку в нашу жизнь. Хочется чего-то из детства, каких-то приятных воспоминаний, так, чтобы фонарь вызывал улыбку. Не просто функциональный, но еще давал положительные, хорошие эмоции. Посмотрите, как люди подходят или относятся к фонарю нос. Смело залазят на тумбу, обнимаются, чешут нос, щекочут ноздри. Залазят чуть ли не до самых светильников, чтобы обнять черта, залезть к нему, посидеть на хаме, вот рядышком здесь. Людям нравится интерактивное участие и сами фонари, которые дают простор для действия. Что же касается литературных фонарей, улицы города украсит Шинель и Плюшкин, а предприятие увековечит свою деятельность скульптурными композициями Гефеста, чистильщика обуви и фонарем от рыбаков. А в районе улицы Советской круглосуточная вахта предстоит полицейскому. Дело в том, что в свое время излюбленная пешеходная улица Брещан именовалась именно так – полицейская. В общем, еще около десятка креативных идей. Воплотить подобные замыслы удается благодаря финансовой поддержке предприятий и организаций города. И в итоге перед горожанами предстают архитектурные формы, которые по большей части становятся отражением вкуса спонсоров, и что скрывать их изящной рекламой. Например, вот эта швейная машинка. Это не бюджетное финансирование, пусть люди не беспокоятся, что из их кармана вытаскивают деньги. Это частная инициатива, поддержанная администрацией города. Для людей подарок, для всех приятно. А подарок этот и на самом деле пришелся по душе горожанам и гостям города. Во-первых, это очень хорошая идея для продвижения рекламы предприятия. Но, с другой стороны, эстетично для города очень красиво. Я считаю, что сейчас по Гоголям, когда фонари поставили, людей стало больше гулять, туристов, что ли, привлечение как бы пошло именно к этой улице, после того, как установили эти фонари. Нам очень нравится. Ходим вечерами гуляем, фотографируемся, фотографии есть, здорово все. В темное время суток эта аллея становится местом притяжения горожан и гостей Бреста, ведь многие фонари смотрятся совершенно не так, как днем. И только ночью раскрывают все свои секреты и тайны. И еще немного о креативности, красоте и творчестве. Не так давно Брестский областной краеведческий музей объявил конкурс на лучшую новогоднюю елку и маску. Все подробности этого мероприятия мы сегодня узнаем у гостя утреннего эспрессо. В студии Наталья Мурыгина, заведующая сектором природа и экология Брестского областного краеведческого музея. Наталья Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Вот у нас уже на столе елочка, уже новогоднее настроение, можно сказать, да, несмотря на то, что еще целый месяц впереди. И стартовал новогодний конкурс. Но прежде мне бы очень интересно, хотелось узнать у вас, вы предпочитаете натуральные елочки дома или, возможно, сделанные своими руками или искусственные? Вы знаете, я очень люблю живую ель. Но после того, как мы третий год подряд проводим выставку елок, сделанных своими руками, я загорелась желанием тоже сделать такую елочку из каких-то необычных материалов. Пару идей для себя присмотрели, да? Пару идей присмотрела и очень хочется тоже творить. А вот это победитель прошлого года или просто это как яркий экспонат? Это очень нежная елочка, которая завоевала приз зрительских симпатий. Называется вальс бабочек. Да, очень такая милая. Если внимательно присмотреться, можно увидеть нежные бабочки на веточках. Давайте расскажем про условия конкурса. В этом году уже можно заявки присылать, да, или что? Приносить елочки? Куда? Елочки приносить в наш Кровический музей по адресу Карла Маркса, 60. Конкурс уже проходит, уже идет. Будет продолжаться он до 22 декабря. И приносить елки, а также маски. В этом году мы объявили конкурс на лучшую новогоднюю маску. Выполнены из разного материала, совершенно разной техники. Все это по фантазии авторов. И размеры не ограничиваются? Размеры тоже не ограничиваются. А по прошлому году какие-то яркие сюжеты в елочках выражены? Что-то вас поразило, удивило, может быть? Или масштабы? Ой, можно сказать, поразила каждая елка, потому что у каждого автора была своя идея, свой материал, и вложена душа в эту елку. Были у нас елки, выполненные из кружев, вязаные крючком, из мобильных телефонов, такие креативные елки, из металлических кнопок, из мочала. В общем, совершенно разные идеи. А много участников было, да? Участников было 17 человек, но елок было больше, потому что некоторые авторы приносили по несколько работ. Какова судьба всех этих елок, которые участвуют в конкурсе? Что будет дальше? Дальше, по правилам музея, мы их возвращаем автору. Если есть желание, то елочка может остаться в музее как подарок. И в завершении конкурса выставка, да, наверное, будет? Можно будет увидеть их? Итогом конкурса является выставка. Она будет продолжаться у нас до 22 января. Выставлены будут лучшие работы, но, как правило, мы выставляем все работы, показываем, потому что они действительно, каждая хороши. А подведение итогов на лучшую новогоднюю елку и маску, он когда будет? Значит, в прошлом году у нас в первый же день, в день открытия, было подведение итогов. То есть, приглашали мы наших партнеров, приглашали посетителей музея, наши сотрудники тоже участвовали. Было у нас голосование. То есть, авторы елок не были подписаны, только номера на елочках. Опускали эти номера в волшебный сапожок и потом подсчитывали голоса. Тут же происходило награждение победителей. Но после того, как закончилась выставка, голосование у нас продолжалось в течение всего месяца. Мы подвели еще раз итоги. И, то есть, были у нас еще одни номинанты. А в этом году когда будет вот это вот время награждения лучших елок? Тоже в день открытия приглашаем всех желающих. 24 декабря. Но голосование тоже будет продолжаться по традиции в течение месяца. Потому что, я так понимаю, это еще продолжение акции «Украсть новогоднюю елку». Параллельно с конкурсом, параллельно с выставкой мы проводим акцию «Украсть новогоднюю елочку вместе». То есть, мы принимаем в дар от жителей города старые новогодние игрушки, открытки, фотографии, возможно, костюмы или новогодние маски. Тоже к вам в музей, да? Тоже все приносить в музей, да. Все это будет храниться на долгие годы в фондах музея и будет использоваться при создании дальнейших выставок. А какие-то призы, награждения ожидают победители? Конечно. Победители, я думаю, не останутся обижены. У нас есть партнеры, которые поддерживают нас. Это и Брестский лесхоз. В прошлом году каждый победитель у нас получил живую новогоднюю ель в подарок. Выращенную, уже специально предназначенную для новогоднего праздника. Это поддерживает лесхоз, юрстрэвел туристическая компания и Брестский пекарь хлебокомбинат. То есть, и накормите, и, возможно, даже в путешествие отправите, да? Ну, надеемся, да. Это уже тайна, как решат наши друзья. Ну, приглашаем, да, всех наших телезрителей поучаствовать? Конечно, приглашаем принять участие. Очень интересно. Прийти в музей, создать себе новогоднее настроение, праздничное, потому что Новый год – это всегда праздник, ожидание, чудо. И семейные, еще вот семьями приходили, может быть, совместное какое-то произведение было, да? Да, да. Много работ у нас было именно семейных. Большое спасибо вам, Наталья Анатольевна, за беседу. Будем надеяться, что действительно будет много участников в этом году и лучшие получат свою награду достойно. Да. Хорошего дня вам. Спасибо. О конкурсе на лучшую новогоднюю елку и маску в Краеведческом музее Бреста говорили сегодня с Натальей Мурыгиной, заведующей сектором природа и экология Брестского областного Краеведческого музея. Согласитесь, что раньше других подготовку к Новому году начинают милые дамы. Причем у многих первым пунктом в списке стоит, конечно же, приведение себя в форму. Пусть даже последний в этом не очень-то и нуждается. Но желание эффектно выглядеть в красивом платье побеждает. Диетологи в таких случаях советуют вроде бы банальные вещи, однако их соблюдение требует все-таки определенных усилий. Итак, сладкого всего 100 граммов в день. Ночным перекусом твердое нет. Меньше соли, больше воды и, наконец, только домашняя пища. Никаких фастфудов. Желаем удачи всем, кто задался целью скинуть пару килограммов. И напоминаем, что именно с утра можно побаловать себя чем-то вкусным и калорийным, не боясь испортить фигуру. Один из вариантов такого аппетитного и сытного завтрака может подсказать шеф-повар отеля Эрмитаж. Доброе утро. Сегодня я бы хотел дать совет всем мужчинам, как порадовать свою вторую половинку и приготовить вкусный, красивый завтрак. С вами шеф-повар ресторан Эрмитаж Гринин Иван. Сегодня мы приготовим брускетто с моцареллой, цикорием и огурцом. Для этого нам понадобится хлеб чебата, моцарелла, цикорий, огурец, немного сливочного масла, филе апельсина и зелень. Приступим. Возьмем нарезанный уже хлеб, разогреем немного сковородочку, положим кусочек сливочного масла. Все это разогреется, масло растает. Мы поджариваем немного хлеб, чтобы он был более хрустящим. На небольшом огне, чтобы сливочное масло не горело. Хлебушек обжаривается. Теперь мы берем моцареллу, отрезаем небольшой кусочек. Таких вот два нам будет достаточно. Хлебушек сжарится. Перевернем. Равномерно пропитался сливочным маслом. Теперь включим другую сковородку. Немножко и нагреем без масла. Мы это сделаем специально, чтобы пожарить сыр. Так, хлебушек у нас уже практически готов. Теперь мы жарим моцареллу. Постоянно следим за моцареллой, чтобы она не сгорела и сильно не поплавилась. Так, вот наград начинает поджариваться с одной стороны. Аккуратненько сдираем и переворачиваем. Вот так вот. Мы выключаем хлебушек. И снимаем моцареллу. И перекладываем на хлебушек. Мы пожарили хлеб и моцареллу. Теперь нам осталось добавить немного сверху огурца, цикория, зелени. И наше блюдо практически готово. Я вот отрезал верхушку цикория. И каждый листик мы режем ровно наполовину. Вот таким вот образом. Нам нужно около 6-7 листочков. И то мы просто порежем, а потом посмотрим, сколько его выжить. Также нам понадобится мякоть апельсина. Я уже заранее его приготовил. Мы его режем на три части. И огурец. Огурец. Нарезаю тонко. Ну, достаточно. Его пополам. Вот такими вот штучками. Теперь мы это все посолим. Немного поперчим. Добавим немного оливкового масла. Перемешаем. Немного укропа. Можно порезать, можно порвать. И одну веточку шалфея. Мы ее мелко нарежем. Шалфей придаст особый свой аромат, который ни с чем не сравним. Все опять перемешаем. Гарнир к нашему хлебу и моцарелле готов. Теперь нам осталось все это выложить и украсить. Мы берем наш хлебушек. Выкладываем аккуратно сверху весь наш гарнир. Вливаем все это немного оливковым маслом. Вот и все. Наш завтрак для нашей второй половинки готов. С вами был шеф-повар ресторан «Эрмитаж». Гарнин Иван. Приятного аппетита. С вами был шеф-повар ресторан «Эрмитаж». На этом мы прощаемся с вами. И в заключении хотелось бы напомнить мудрую пословицу. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Так что наш совет. Начните уже прямо сегодня выбирать в подарки на Новый год своим родным, друзьям или знакомым. Как показывает практика, лучше позаботиться об этом заблаговременно. Утренний эспрессо прощается с вами до завтра. Меня зовут Екатерина Тарасевич. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова